здрасте товарищ меня зовут михаил судаков на этом канале я реагирую на кип-поп сегодня отреагирую на как всегда долгожданный камбэк группы бит с под названием дайна мать динамит то бишь песня написано целиком на английском языке это насколько я понимаю их первый трек парней с чисто на английском вот минимум оригинальный да некоторые невозможно перепели а может они вообще никогда английском не пели как несложно догадаться это означает что трек нацелен в первую очередь на международную аудиторию потому что вот она чем больше английского текста тем лучше на международную аудиторию эта радость заходит там условный годом style это все-таки большое исключение вот и в общем то ничего удивительного bts последнее время как и blackpink они активно целятся на международную аудиторию в принципе многие группы кип-поп на это рассчитывают потому что в корее можно заработать много денег а в штатах вообще по миру можно заработать очень 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 много денег поэтому разумеется их звукозаписающие компании они активно движутся в этом направлении тем не менее надеюсь на песню это сильно не повлияет ну и повлияет умеренно хотя написали ее дэвид стюарт и джессика не помню фамилию которых не очень большой послужный список принципе каких-то заметных вещей там вообще не увидел но такое бывает когда композиторы делаю демку присылают его в компанию говорят зацените мой трек компании по какой-то причине это сильно нравится или там не знаю участникам группы это сильно нравится они говорят отлично давайте дорабатывать в общем ладно как всегда перед началом реакции попрошу подписаться на мой канал подписаться на мой канал поставить лайк там же примерно здесь нажат на колокольчик и тогда всем будет счастье вот давайте 321 помолимся за то чтобы песня оказалась хорошей у неё там уже куча рекордов и парни скажу чуть позже но один поехали звучат звук какой-то диска на фоне начали хорошо с вокала чистого слышу дискозвучание на фоне мощные объемные ударные среднее время диска так популярно с ума сойти здесь порпал lip sync но может не показалось для такой диска на какое-то не ретро но какое-то современное более диска 3 как-то часто используются давайте похлопаем в ладоши все вместе ритмично ой они одеты соответствующие и самолет пролетел может быть из айдол а может быть просто так ч клип чем-то мне отдаленно напоминает а может не отдаленно go with love такое же здание они рядом с ним бегают какой высокий голос было тут время от времени используется автотюн зачем-то ну это стилистический выбор очевидно или мне так кажется может кто-то из парней так поет хорошая развития под конец и 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 можно ли это считать мои любимые песни bts вообще не близко она такая легкая лайтовая релаксовая какая-то и если не чистоту я немножко от такого рода песен bts подустал парни говорили что они и видим пристрелись там говорили что эта песня она сделана такой веселый лайтовый кайфовый потому что времена сейчас сложные и им хотелось развеселиться и хотелось народ порадовать и это благое начинание и правильно они делают что они хотят народ радовать но на мой взгляд они народ должны не должны да конечно они могут народ радовать просто хорошими классными песнями которые моментально западают душ как это у них на мой взгляд было долго не знаю вплоть до 2018 наверное да все таки да по 2018 потому что песня которая у них меня лично опять же засыпала последний там был айдол айдол это у нас напомню 2018 сейчас или 2019 это было до 2018 ровно собственно говоря год на два года назад вышла песня от bts который меня прям цепанул айдол это офигенная вещь и мне сейчас песнях а bts который выходит не хватает драмы не хватает драматизма потому что что бой везла что он что дайна маят они все очень легкие они все очень такие знаю расслабляющие хорошие светлые веселые пожалуйста если вам нравится такое направление в творчестве bts очень круто очень за вас рад мне к сожалению это не сильно восхищает вот не секрет что мне больше нравится драма в песнях или хотя бы какой-то такой очень очень крутой мощный агрессивный звук здесь этого нет но вот такой стиль тем не менее песня чудовищно популярная по крайней мере в ютюбе и не только она побила кучу рекордов я сейчас даже некоторые не зачитаю потому что ну там прям вот очень очень молодцы они в этом смысле у меня вопросов не к господи бихит ник bts вообще никаких нет они стал быть сейчас секунду найду это дело где ты родимая где ты дорогая вот наибольшее количество одновременно смотрящих клип людей это собственно говоря до более трех миллионов а пик вообще был в районе 4 миллионов они побили рекорд blackpink хайл xz там где был 166 миллионов одновременно наибольшее количество зрителей за первые 24 часа 101 и 1 миллион наибольшее количество лайков за 24 часа 8 и 9 миллионов наибольшее бы самое быстрое видео которое достигло почему 14 миллионов лайков за два дня и 8 часов 200 миллионов они достигли за четыре дня 8 и 12 часов до четыре с половиной дня это охренеть как быстро вот опять же до этого рекордсмены мечтали за blackpink они за 7 дней и 46 минут достигли 200 миллионов просмотров то есть народ просто лобанулся соскучились bts видимо по настоящему камбэку и вперед с песней опять же молодцы все очень круто там скорее все рекорды дальше будут биться и биться и биться достигнет ли этот трек обойдет ли он по общим показателям треки blackpink с которым сейчас они соревнуются потому что сейчас как бы в кип-поп мире по части по крайней мере видео просмотра просмотров роликов идет соревнование между blackpink и битис и blackpink как бы пока выигрывают потому что у них вот господи ду 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 и дел за слов прям просто жгут рвут и мечут посмотрим друг у битис с этим треком что-то получит этим клипом но ладно давайте послушаем еще раз к тому же на канале бихит появился спустя четыре дня после премьеры которая состоялась почти неделю назад появилась еще одна версия клипа написано бисайт я не очень понял в чем прикол какая разница но возможно просто какой-то действительно другой совершенно вариант клипа а может быть то же самое и я яр я разницы не замечу давайте попробуем того клипа у 1 уже 205 миллионов у этого 25 27 то есть это вот 232 миллиона просмотров если два этих роликах сравнить хорошее начало чисто с вокала хорошая идея с вокала начать вот я не сборше дорачиваться если меня не глючит конечно да вот здесь был автотюн я же ничего не купил нет может приключено оказалось почти все элементы из диска использованы в музыке и клэпы и гитара ну и по визуал они стараются соответствовать опять же соответствующие одежды соответствующие танцевальные движения не сейчас конечно когда особенно в оригинальном клипе мне эта версия клипа нравится больше здесь пацаны дурачиться это смешнее чем в оригинале это веселее чем в оригинале блин джинсы с клёшем потрясающе кто таким голосом поет тонким вообще кажется круто дело что не хочешь с парней да или нет а братья меня фанаты если я ошибаюсь но здесь точно есть либо автотюн либо локодер какой-нибудь я не знаю был джинсы с клёшем потрясающе так что я не знаю Бургер энд донат Написано было под названием Dynamite Они смешные Респект Бедняги, как они парились Получилось, молодцы В общем, я свое мнение, свое мнение уже сказал Вначале песня мне не сильно зашла Она слишком легкая и веселенькая Но по качеству, конечно, особо прикопаться не в чем Но что касается диско По части диска, мне, например, в разы больше зашла у Envy Disco от JYP и SonMe Так что, если вы прям этот стиль любите То послушайте там На мой взгляд, здесь диско все-таки сильно, сильно современное Сильно современное и лайтовое Вот, тем не менее Напишите, что вы думаете в комментариях Заходит ли вам, вот эта конкретная песня зашла И заходит ли вам вообще BTS Последние два года так же сильно, как раньше То есть, вот, опять же, начиная с условного доп, заканчивая айдолом Bloods, Sweat and Tears и так далее и тому подобное Как вам это? Fake love, опять же Вот Всем спасибо Всем пока Не забудьте подписаться и поставить лайк Чтобы мы двинулись к светлому будущему В районе 10 тысяч подписчиков Это будет очень здорово Пока